Сегодняшняя тема Министерство промышленности и торговли вместе с агентством стратегических инициатив, ОСИ, хочет стимулировать отечественных производителей технических средств реабилитации для инвалидов к производству современных и качественных изделий. Как пишет, российская газета, рынок технических средств реабилитации в нашей стране очень узок, его объем составляет 15 миллиардов рублей. При этом на изделия, произведенные в России, приходится только 0,5 миллиарда рублей. Как считают эксперты, опрошенные изданием, рост рынка технических средств реабилитации возможен не только среди россиян, имеющих статус инвалида. В Германии, например, три четверти всех средств реабилитации покупают пожилые жители страны, не инвалиды, в России, вероятно, из-за худшего материального положения, пенсионеры не могут себе этого позволить. Как в Петербурге бесплатно получить средства реабилитации, узнайте здесь, большая часть рынка ТСР ориентирована на систему государственных закупок для нужд инвалидов. Доля продаж напрямую потребителю составляет всего около 15%. При этом по данным Минпромторга, доля отечественных изделий в структуре госзакупок тоже мала. В 2013 году из 42 тысяч закупленных государством технических средств реабилитации инвалидов, кроме ортопедических изделий, только 14 тысяч ТСР произвели в России. В основном, простые изделия – костыли, ходунки, матрацы. По мнению заместителя министра промышленности и торговли Сергея Цыба, уже сейчас государство готово создавать благоприятные условия для развития рынка технических средств реабилитации благодаря субсидированию процентных ставок для отечественных производителей. В рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности», Минпромторг курирует 20 научных разработок изделий для травматологии и сосудистой хирургии, имплантируемые кардиологические устройства, экзоскелеты, умные, руки, а также управляемые протезы ног. Почему инвалиды Петербурга боятся пользоваться отечественными протезами, читайте здесь так, в некоторых российских регионах уже идет работа над созданием отечественных средств реабилитации. Автоваз выпускает инвалидные коляски по лицензии немецкой компании «Отто Бок», благодаря чему объем закупок этих изделий из-за границы снизился на 20%. Ижевский автозавод запускает производство автомобилей со специальным ручным управлением для водителей с патологиями ног. Однако нескольких удачных проектов все равно недостаточно, считают в Минпромторге. Сейчас Министерство промышленности и торговли и агентство стратегических инициатив разрабатывают программы системной поддержки российских производителей в этой области. Почему в конце 2013 года петербургские инвалиды должны были бороться за средства реабилитации, узнайте здесь.